Привет дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Вы смотрите внеочередной подкаст, в котором мне захотелось затронуть непростую такую для многих интересную для меня тему, как собственно русский сектор ютуба, конкретно его игровое направление и отношения различных видеоблогеров. Дело в том, что, ну то есть это будет достаточно спонтанный такой подкаст, потому что я этого не планировал, просто за последние пару-тройку дней я посмотрел несколько подкастов от разных людей, в которых они, как это у нас принято, конечно же, поливают друг друга грязью, говорят, что те люди, которые смотрят вон того-то, я конкретно по именам называть не буду, чтобы никого там не затронуть, ничьи чувства, но просто вот так вот послушать. То есть люди, смотрящие вон того-то, они там чуть ли не, ну, блин, извините за выражение, говноеды. Второй там в ответ говорит, что да нет, вот это ты сам говном занимаешься и там он клепаешь там ролики и короче тому подобное. При этом, собственно, я когда пришел на YouTube полтора года назад, я сразу заметил эту закономерность, все кидаются какашками друг в друга. Я уже достаточно давно слежу вообще за YouTube в целом, то есть, ну, чтобы далеко за примерами не ходить, возьмем тоже американский сектор, ту же самую деятельность. Ну, то есть, там срачей вообще нет. У нас, я не знаю, возможно, кто-то считает, что это такой пиар там и что это делает им честь, но вы сами вот просто посудите, человек, который там оперирует на скандалах, он что больше вызывает презрение или уважение? То есть, как человек потом, какой после себя след оставит, если, допустим, прекратит заниматься этой деятельностью, спросит у людей, вот, что ты можешь сказать про этого человека? Скажет, да срач разводил, да все, собственно. Вот про этого человека сможешь сказать. Ну, спокойно, никого не трогал, вроде людям нравилось. На мой взгляд, это гораздо более приятное будет высказывание. Ну, не знаю, опять же, у нас сейчас в почете, опять же, собственно, стараниями русского видеосектора тролла лои и тому подобное, хотя я считаю всех, практически всех троллей дебилами. Ну, собственно, тех, кого раньше называли дебилами, теперь называют троллями и теперь быть дебилом модно, но, тем не менее, кому-то нравится, возможно. И о чем хотел сказать? То есть, я придерживаюсь правила «живи и дай жить другим», если хотя бы там десяти людям нравится то, что снимает там или записывает как-то, или там пишет в книгу какую-то определенную человеку, это уже достойно существования. А вот люди, которые говорят, что «вот, ты занимаешься там говном», а все, кто, собственно, кому нравится то, чем ты занимаешься, то те говноеды, на мой взгляд, это, во-первых, высказывание достаточно интересное, потому что ставить свое мнение выше мнения окружающих будет только, на мой взгляд, личность неполноценная, не сформировавшаяся. Во-вторых, собственно, это показывает что, в первую очередь? Это показывает, что человек, собственно, с говнинкой внутри. То есть, человек, который вместо доброжелательного отношения к другим расценивает всех вокруг себя, как говно. Такое бывает в жизни, то есть, и в жизни достаточно много примеров видел, и тем смешнее это все наблюдать в интернете. Вообще, поначалу, то есть, удивляешься тому, какой агрессивный именно русский, насколько агрессивен русский сектор Ютуба. Но потом постепенно привыкаешь, это уже перестает трогать, то есть, и со мной такое было, и на меня нападки были. Просто непонятно, для чего все это делается. Ну, то есть, занимается человек примерно тем же, что и ты. У него примерно такое же количество подписчиков, как у тебя. От того, что ты его обложишь матом, он хуже, что ли, станет. Если его смотрят люди и нравится, то скорее ты и сам себя зашквалишь, потому что это достаточно странное поведение такое, быть голословным и при этом говорить о человеке гадости. Ну, не знаю, то есть, блин, я просто хотел поделиться этими мыслями, а оно давно во мне уже сидит, как говорится. Сидит во мне, как этот, да, в нашей Раше. Короче, просто, на мой взгляд, это достаточно странно, я не могу понять, с какой целью это все делается. Кто-то там говорит, что там вот эти вот люди, занимающиеся вот этим, они там, ну, блин, как трудно все-таки без конкретных примеров это все делать. Но, короче говоря, вот они такие-то, там дебилы, у них нет жизни, а все их зрители там такие же идиоты. Но при этом сам там через слово там материться, матюгается. Я не против мата, просто вот заметил в последнее время, мата слишком много на ютубе стало. Я не говорю, что я не матерюсь, скажем. У меня у самого частенько выскакивает, но одно дело там материться, а другое дело разговаривать на матерном языке. Как у нас мало того, что там частные видеоблогеры, так еще и такие серьезные конторы, как, я не знаю, какая-нибудь там ММОРПГСУ. То есть мат через слово. Учитывая, что у тебя основная аудитория, вот так посмотреть по статистике, это люди от 15 до 20 лет, и ты там разговариваешь на матерном языке перед ними и специально для них делаешь передачи. Собственно, вот такими вот действиями школота становится агрессивной, на мой взгляд. Опять же, не хочу сказать, что мы в школе там не матерились, но сейчас вот просто проходишь мимо школы, и там маленький мальчик, там двуклассник, там двуклассница, девочки с бантами орет. Он говорит, я тебя там вытрю, что стерва там. Ну, более тяжелыми словами, конечно же. И просто такой, ну ни хрена себе думаешь. Вот эта вот техника дошла. Не знаю, короче говоря, вот эти вот срачи, на мой взгляд, они мало того, что, собственно, не красят людей, которые их разводят. Потому что эти люди себя выставляют полнейшими дебилами. То есть, ну, посудите сами. Если человек спокоен, и он точно знает, чем он занимается, то все вот эти срачи он просто пропустит мимо ушей. С другой стороны, люди, которые разводят срачи, они похожи на сварливых бабок, которые, собственно, не могут определиться, не могут найти свое место в жизни. Им кажется, что все вокруг в этом виноваты. С другой стороны, эти срачи, они еще, кроме прочего, озлобливают, собственно, шкалату, озлобливают самую юную часть наших зрителей. И это вот, на мой взгляд, самое страшное. И, на мой взгляд, это самое плохое. И вот за это вот тем людям, которые разводят срачи, на мой взгляд, нужно стучать по почкам. Извините за прямоту, конечно. Ну, не знаю. Короче говоря, подведем итоги этого подкаста. Основное мое непонимание – это зачем себя так вести, зачем всех вокруг, то есть, принижать и таким образом пытаться возвыситься, потому что из этого все равно ничего хорошего не выйдет. Вы только себе репутацию испортите. С другой стороны, непонятно вообще вот этот уровень ненависти в русских интернетах. То есть, давайте жить дружно, давайте перестанем ругаться друг с другом. Временами просто зайдешь в комментарии, кто-нибудь там скажет, типа, красный, второй скажет, зеленый, вот скажет, да пошел ты нахер, красный. Третий там скажет, коричневый, и пошло-поехало. Ну, это опять же образное. Ребята, блин, зачем кому-то что-то доказывать в интернетах? Вы же друг друга даже в жизни не увидите. Зачем вы это разводите? Не знаю, ну, это, конечно, ну, не крик души, потому что я абсолютно спокоен. Просто хотелось поделиться именно наблюдениями на этот счет. Меня часто думали, что ты думаешь по поводу того, что происходит там у тебя в комментариях. Что ты думаешь по поводу высказывания вон того там мальчонки насчет тебя. Что ты думаешь по поводу высказывания вон того человека насчет того человека. Мне по большей части пофигу, честно говоря. Мне просто неприятно, что это вообще происходит. Собственно, вот и вся мысль Давайте жить дружно Все, кто разводит вот эти вот какашки на вентилятор Возможно, они считают себя троллями Но мы просто назовем их дебилами, верно? И, собственно, забудем про этих людей Тьфу на них Собственно, на этом все Извините за такой скомканный набор мыслей Но просто я еще вам нужно поделиться Это, возможно, будет интересно некоторым людям С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Продолжение следует...